Всем огромный привет! Идет масленица, а сегодня еще и 8 марта. Дорогие девчата, все-все-все, я поздравляю вас с этим международным женским днем. Желаю вам женского счастья, здоровья крепкого, благополучия, всех-всех благ, какие существуют. Но так как идет масленица, я хочу печь блины. Я буду печь шоколадные блинчики, очень вкусные и с начинкой и без начинки. Ажурные, красивые. Кому интересно, можете посмотреть. Муку я уже просила, 350 граммов взяла. Теперь добавлю 2 столовые ложки с горочкой какао. Какао лучше брать, чтобы было горьковатое. И вот так вот даже с просеянной мукой немножко перемешаю. Можно это сделать параллельно, когда сеете муку. Теперь 3 яйца сюда уже вбила, чайную ложечку соли, 3 столовые ложки сахара. И все это взбить до однородности. В принципе, можно миксером, блендером. Я венчиком делаю, мне удобнее именно блинное тесто заводить венчиком. Делаю в несколько этапов. Вот жидкая масса получилась, однородная. Добавляю муку. 2-3 столовые ложки, вот где-то так. Все это взбиваю. Почему постепенно? Потому что комочки тогда хорошо разбиваются и тесто получается однородное. Молока понадобится. У меня здесь 900 миллилитров. Ну, пачка целая. Молоко покупаю магазинное. 3,2 такой жирности. Ну, я думаю, можно любое. Немножко-немножко молока. И взбиваю дальше. Эту процедуру проделываю до тех пор, пока не использую все молоко и муку. Как только масса с мукой становится такая густоватая, трудно проворачивается, но и без комочков. Подливаю молоко. Тесто вот такое получается густовато. Я последний этап показываю, как добавляю в эту густоту по 3-4 ложки муки. Вот так. Вот это уже остатки. Теперь все перемешиваем. Когда вот так густо, то комочков все уже не будет. Пусть она немножко трудно вымешивается, но тем не менее в густой массе все комки растворяются очень быстро. И какао не оставляет никаких комков, и мука тоже так же. Теперь можно добавлять молоко. Сейчас вот это вот все размешаю тоже до однородной массы, и потом добавляю все молоко. Смотрите, какое ровное, красивое тесто получилось, однородненькое. Теперь я вливаю. У меня здесь 90 граммов подсолнечного масла. Перемешиваем до однородности опять же. Кипяток. Наливаю где-то 100 миллилитров. Ну, полстакана 200 граммового. Тоже сюда вливаю и сразу перемешиваем. До однородности взбалтываем, чтобы масло распределилось по всей массе. И оставляем тесто минут на 10. Пусть оно постоит. Тесто отдохнуло. Я вот так его помешиваю, чтобы распределить всю густоту по всей массе. Сковороду чуть-чуть смазала прям пальчиками подсолнечным маслом, и она у меня уже разогрелась на умеренном огне. Ну что ж, первый блин сейчас пойдет. Попробуем. Если вдруг вам покажется, что тесто густоватое, можно его всегда разбавить либо молоком, либо еще добавить кипяточек, размешать. Также можно добавить соль, сахар, прям в эту же массу помешать, немножко постоит и все. Если что-то вдруг по вкусу недостаточно. Видите как, первый блинчик хорошо снимается, переворачивается. Ой, как шоколадом пахнет, когда они выпекаются. Все, рак. Оп, подцепили. Я буду складывать прям сразу стопочкой на тарелку, потому что они такие маслянистые. Смазывать ничем не нужно. Так, следующий. Все, продолжаем выпекать все блинчики. Я еще решила напечь ажурные блинчики. У меня такая бутылочка, это я покупала на Алиэкспресс, для соусов. Спрашивали, она мягкая, в общем, выдавливается. Вот так блинчики пеку, ажурные. Тесто очень эластичное. Любой узорчик делаю. Но не так, чтобы слишком тоненькие были полосочки. Примерно вот так. Снимается прекрасно, выпекается очень быстро. Сейчас я сразу покажу. Палочкой поддеваю, удобнее, вот такие тоненькие. Видите, раз и все. На этой стороне тоже сейчас очень быстро. Вот, посмотрите, какие я сделала. Можно их сворачивать треугольничком. Можно сворачивать вот так. Они не ломаются, эти блины. Очень-очень мягкие. Когда остывают, они еще мягче становятся. Смотрите, какие ты-ды-ды-ды. Можно вот даже вот, давайте тоненький разверну и покажу, что он, блин, не ломается. Видите? Ну, иногда вот серединки так рвется, но его просто сворачивать нужно. Все, вот так для прикола, для красоты можно сделать. Так, сейчас я просто покажу. Вот этот снимаю уже, он практически готов. Раз, вот так вот этой стороной. Вот эта более такая яркая сторона я переворачиваю и заворачиваю. Можно вот так свернуть, покажу, вот так сворачиваю. Либо просто вот таким образом, как нравится. Вот так сюда. Я прям сворачиваю тепленький. Но даже когда остывает, он не ломается. Вот этот покажу, смотрите. Для красоты просто положила, для украшения. Остывший. Такой вот. Все, дальше сейчас. Можно сделать тесто точно так же, но не шоколадное, если вы хотите просто белые блинчики. Я такие же пекла, только белые блинчики. У меня они, знаете, как называются, блинчики с яблоками. Тесто такое же. Очень вкусное, кому интересно, посмотрите, ссылочку я обязательно оставлю. Вот, смотрите, какая стопочка блинов получилась. Много. С одного литра молока достаточно блинов. Я всегда завожу, если нужно, прям по многу. Видите, пока говорила уже раз, все, готово. Переворачиваю еще буквально 2-3 секунды и далее. Теперь я хочу сделать начинку творожную. В принципе, из этих блинчиков я изначально хотела сделать торт блинный, шоколадный. Но передумала и хочу просто их нафаршировать. Я взяла 400 граммов творога. И ложечки положу сахара. Столовые. Ну, без горки. Потом можно попробовать и добавить, если нужно. Творог у меня 5% жирности на размовес. Покупаю. Он очень вкусный, хороший. Я вижу, он суховатый. Где-то одну столовую ложечку сметаны. Добавлю сметаны 15%. Вот так, с горочкой. Если нужно будет, я еще добавлю. Все. И хочу прям до такой массы однородной все взбить, чтобы комочков меньше было. Хочется такую. Масса вот такая у меня получается, однородненькая. Я добавила сюда еще одну ложку сметаны. В общем, на 400 граммов 2 столовые ложки сметаны. Но это зависит от творога. Если влажный, то одной достаточно. Добавляйте все по вкусу. И сметану, и сахар. Теперь я фарширую блинчики. Вот они с двух сторон разные. Вот эта яркая сторона, а вот эта вот немножко такая не очень красивая. Да? По цвету. Беру чайную ложечку. Достаточно. Много творога не нужно. Оно все равно будет вкусно. Слегка размазываю. Не по всему блинчику, а с краю. Ну, в принципе, по всему можно, как хотите. Края вот эти чуть-чуть загибаю. Прямо так, чтобы не торчали. Чтобы было ровненько и красиво. И трубочкой тоненькой сворачиваю. И сюда на противень складываю. Блинчики очень мягкие. Тесто хорошо сворачивается, не ломается. Я вам сейчас покажу, какие блинчики сами по себе. Ну, они без дырочек. Ну, смотрите, очень такие вот сминаются хорошо. Ну, а края чуть-чуть они здесь, потому что на любой сковороде, когда жаришь, они тонкие по краю. Но потом, когда отлеживаются, нормальные становятся, не слишком ломучие. Вот, смотрите, как тесто разорвало одно. Блинчик тоненький, полностью прожаренный. Вот, вкусный на вкус. Все, в общем, продолжаю формировать трубочки творожные. Трубочки скручены. Растопила небольшой кусочек сливочного масла. И теперь смазываю чуть-чуть. Духовка у меня разогревается предварительно. И я ставлю на верхних режим минут на 5-7. При температуре 180 градусов. Ну, чтобы слегка так подогрелись. У меня творожная масса. Осталось буквально одну ложечку. Знаете, что я хочу сделать? Вот в ажурные блинчики, вот сюда в серединку, можно так же положить и закрыть. Раз. Сюда я уже положила. Видите, вот так и хорошо. Этот вот цветочек мягенький. Для украшения можно тоже в серединку так раз. Ну, это если, например, украсить стол, подать вот так, в таком виде. Сюда тоже можно такие капельки сделать для украшения. Вот на трубочке. А потом, когда есть, они мягкие, можно вот так вот раз сворачивать и все кусать. Просто разломаю, посмотрите, они мягчайшие, не сухие, ничего не ломается. Видите, какие тоненькие, мягенькие. Очень-очень вкусные. Такими ажурными блинчиками тоже можно печь. Еще, знаете, как люблю есть блины. Топленое масло, растопленное, добавляю щепоточку соли небольшую, прям чуть-чуть перемешиваю и блинчики макаю. Увы, это масло подсолено, обалденно вкусно получается. Так, раз. И все. Блинчики буквально 7 минут подогрела. Не нужно их доводить, чтобы они затвердели, зажарились. Нет, они мягенькие. Видите, как гнутся. Горячие еще. Когда остынут, можно их в контейнер положить. Потом холодными есть, либо еще подогреть в микроволновке. Видите, я разрежу горячий. Сразу просто покажу, внутри как начинка выглядит. Вот этот верхний, что ли, блинчик. Опа. Мягчайшая, посмотрите. Красота. Очень вкусный. Перемещаемся на главный стол, где у нас другие стоят блины. Вот так. Блинчики не фаршированные, тоже очень вкусные, мягкие, нежные. И шоколадные блинчики, они не такой у них выраженный вкус шоколада, а чуть-чуть, чуть-чуть чувствуется такое какао немножко. У меня горькое какао, поэтому такая легкая-легкая, приятная горчинка. Поэтому очень вкусная. Так что, если хотите шоколадные, готовьте шоколадные. Не хотите, просто какао не добавляйте, тесто будет такое же мягкое, нежное и вкусное. Желаю всем самого доброго и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова